Это не приведет ни к чему, кроме того, что некоторые из законов будут сегодня отривизованы в угоду сегодняшней внутренней политики. У нас сегодня взят курс на ужесточение репрессий в отношении тех, кому не нравится, как президент страны правит страной. И поэтому многие из тех законов, которые у нас на сегодняшний день уже есть, возможно, их будут переосмысливать или, может быть, даже переформатировать. Что касается Конституции, то вряд ли в сегодняшнем составе найдутся горячие головы, революционеры, подлинные конституционалисты, которые захотят изменить что-то кардинальным в лучшую сторону. Мы сегодня имеем ущербную Конституцию, написанную под Бориса Николаевича Ельцина, Конституцию, в которой даже не было упоминания о том, что будет со страной, если вдруг президент неожиданно умрет. У нас этого пункта вообще нет. Мы вообще могли бы оказаться в ситуации достаточно сложной. Но поскольку Конституцию писали Лизаблюды, поскольку царедворцы писали Конституцию, то она так и написана. Сегодняшняя будет не лучше, потому что она будет писаться под Путина. И вот это проблема наших сегодняшних, так сказать, псевдоученых, которые пытаются говорить, что они знатоки конституционного права и могут изменить ее в лучшую сторону. Я думаю, что ничего изменить нельзя, тем более, что Дума сама в своей работе нелегитимна. У нее нет закона о парламенте. Она действует на основании регламента, который, как всем понятно, является лишь внутренним документом. И не может быть для страны являться законом, по которому следуют все. У вас, например, дома есть свой собственный регламент. Это означает, что нужно садиться за завтрак в одежде, что нужно мыть руки перед едой. Но это совершенно не означает, что ваши правила вашей семьи распространяются на ваших соседей. То же самое и здесь. Регламент не является формой, по которой вся остальная страна должна жить и принимать. Поэтому Дума наша была нелегитимна до сегодняшнего дня.